МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это итоги дня. Меня зовут Лаура Жакупова. Добрый вечер. Нурсултан Азарбаев провел встречу с министром национальной экономики Тимуром Сулейменовым. Глава государства ознакомился с итогами экономического развития за первый квартал текущего года и влияния мировых процессов на экономику Казахстана. В беседе Нурсултан Азарбаев подчеркнул важность стратегического планирования и прогнозирования в процессе подготовки и выполнения государственных программ. Министерство является центральным. Текущие дела, над которыми вы работаете, мне все понятно. Это то, что мы занимаемся каждый день. Но задача министерства смотреть вперед. Программы должны идти, само собой разумеется, всех, которые у нас есть. И вот в свете последних пяти инициатив, что делается и что дальше мы должны делать, министерство должно проделать для всех. Министр, в свою очередь, рассказал об экономических показателях. По итогам ушедшего года рост составил 4% и представил отчеты о текущей деятельности министерства. Доложил о санкциях, которые были наложены на Российскую Федерацию и их экономический эффект на нашу страну. Также кратко доложили о первом квартале. Первый квартал экономика выросла на 4,1%. То есть это выше, чем по итогам года. Сохраняется инфляция на низком уровне, порядка 7%. Глава государства дал ряд поручений активизировать работу, связанную с развитием экспорта, активизировать работу, связанную с исполнением государственных программ, обеспечение транзита. В Национальном банке сегодня объявили об очередном третьем в этом году снижении базовой ставки. Теперь она составляет 9,25% с коридором плюс-минус 1%. Инфляционные ожидания также продолжают снижаться. По прогнозам финрегулятора, при сохранении в этом году текущей динамики макроэкономических показателей, инфляция будет находиться в пределах целевого коридора 5-7%. Что касается ослабления тенге по отношению к американской валюте, то, по мнению Даниэра Акишева, это краткосрочное явление. Оно носит психологический характер, поскольку ситуация на внешних рынках остается для нашей республики благоприятной. С начала года стоимость нефти в среднем формируется на уровне выше 65 долларов за баррель. Темпы инфляции в странах основных торговых партнерах оцениваются как умеренные. При ценах, которые сейчас на нефть, например, составляют более 70 долларов США за баррель, очевидно, что Казахстану с точки зрения его платежного баланса и макроэкономических тенденций ничего не угрожает. Я думаю, что действующая конъюнктура мировых цен на нефть и другие экспортные товары Казахстана достаточно благоприятная. То есть для экономики, в принципе, нет каких-то явных угроз для ее развития. Интересные цифры, показывающие проблемы в миграционной сфере, озвучили сегодня на правительственном часе в Мажелесе. Выявлено 600 случаев двойного гражданства. 49 афганцев пытались незаконно получить статус казахов-оралманов. Некоторые из них были в розыске. 600 нелегалам суд назначил выдворение из страны, но вот 62 человека до сих пор не уехали. Депутаты считают, что есть проблема недостаточного контроля соблюдения законов со стороны миграционной службы. При обсуждении проблем мажелесмены интересовались у министра внутренних дел также и бытовыми вопросами. Например, соблюдением закона о регистрации по месту жительства. Много людей после того, как дома построены, переселяются в новое жилье, но иногда месяцами и годами не могут зарегистрироваться. То есть они не могут получить социальные услуги, блага. Это устройство детей в детские сады, школы, регистрация в поликлиниках. Мы все-таки определили, что диспозиция статьи 492 предусматривает умышленное заселение и умышленную вину граждан. Они все не виноваты. Поэтому мы их никого к ответственности не привлекаем. Решили все, что регистрировать в этих домах и требовать от застройщиков, чтобы они быстрее готовили документы и регистрировали эти живые дома. То есть такая проблема есть. В основном она касается города Астана. Столичные бизнесмены проигнорировали требования пожарной безопасности. С таким заявлением выступил сегодня Аким Астаны Осет Исекешев на ежегодной конференции предпринимателей. Он предложил рассмотреть возможность усиления контроля над бизнесом со стороны пожарных. Градоначальник напомнил, что в настоящее время у проверяющих нет права посещать объекты площадью менее 1500 квадратных метров. За это ревизоров могут привлечь к ответственности. Поэтому небольшие кафе, компьютерные и ночные клубы остаются без контроля. Ранее Национальная палата предпринимателей Атамикен заявляла, что необходимости в усилении госконтроля нет, так как это создаст коррупционные риски и увеличит давление на предпринимателей. Давайте мы обращаемся к предпринимателям, все-таки показывать жалобы жителей, что не все еще обратили внимание на безопасность. Есть два варианта. Либо ввести опять лицензированный госконтроль, либо через механизм саморегулированный. Столичный Акимат также продолжает работу по переводу отрасли госзакупок в частный бизнес. Администрация ищет партнеров для дальнейшей реализации проекта по смарт-освещению. Кроме того, в первом полугодии полностью откажутся в Акимате от служебных авто, заявила Сетаси Кешев. Сотрудники пересядут на такси. В свою очередь, председатель палаты предпринимателей Тимур Кулебаев восхитился использованием больших данных при анализе нужд Астаны. Он отметил, что бизнесу важно знать локации в столице, где есть экономический потенциал развития. В целом, это такая международная практика в рейтинге вузов. И по информационным технологиям мы уже такую работу провели. Сейчас по другим специальностям будем смотреть. Я думаю, нам необходимо, чтобы те средства, которые выделяются на гранты в различные вузы, чтобы они эффективно использовались, чтобы готовили специалистов, которые необходимы для экономики страны, в том числе и для частного сектора. Проверок в бизнес-сфере станет меньше. Вместо них введут новый вид профилактического контроля, а основываться он будет на системе оценки рисков. Об этом изменении рассказали на заседании Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству в Сенате. Проект закона уже передали на рассмотрение в Верхней Палаты парламента. Изменения, что несет документ, коснутся 109 законов и 14 кодексов. Они должны снизить коррупционные риски, устранить административные барьеры и дать бизнесу новые возможности для развития. Верхней Палаты парламента. Мы решаем, я вас понял. Теперь по закону мы устраняем барьеры перед бизнесменами. Многие факторы теперь не будут мешать их деятельности. Евросоюз призывает страны-гаранты перемирия в Сирии прекратить боевые действия в зонах деэскалации и создать беспрепятственный гуманитарный доступ на всей территории этого государства. Такие вопросы обсуждаются на проходящем в эти минуты в Люксембурге, Совете глав МИД стран ЕС. И наш собственный корреспондент Жанат Эрнст расскажет обо всем подробнее. Евросоюз сожалеет о неоднократных нарушениях договоренности в так называемых районах деэскалации и настоятельно призывает гарантов астанинского процесса Россию, Иран и Турцию обеспечить прекращение боевых действий в Сирии и создать беспрепятственный, безопасный и устойчивый гуманитарный доступ на всей территории страны. ЕС также призывает все стороны конфликта выполнить свои обязательства по достижению общенационального прекращения огня в Сирии, а также снятию осады. Об этом говорится в заключительном документе по итогам Совета ЕС. Договоренность о ведении зон деэскалации была достигнута во время межсирийских переговоров в Астане. Это четыре зоны прекращения огня. В Идлибе, с частью провинции Хама, к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты, в пригороде Дамаска и в провинции Дераа, на границе Сирии с Иорданией. В этой связи мы четко призываем Россию и Иран оказать свое влияние на Дамаск, чтобы начать серьезное обсуждение конфликта в Женеве под эгидой ООН. Мы также готовы начать планировать финансирование восстановления Сирии, на которое нужно огромное количество ресурсов. Тем не менее, это наступит только после того, как политический процесс твердо встанет на ноги. Совет глав МИД стран Евросоюза в заключениях по Сирии призывает также использовать сложившуюся вокруг страны ситуацию для активизации процесса политического урегулирования. Евросоюз вновь заявляет, что не может быть военного решения сирийского конфликта, говорится в заключительном документе Совета ЕС. Мы должны продолжать настаивать на принятии решения под эгидой Совета Безопасности ООН. Прежде всего, нам нужно в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН создать доступ к гуманитарной помощи. Несмотря на напряженность между США и Россией, мы всегда должны работать на благо мира и держать каналы открытыми, чтобы найти способ работать на благо единственного политического решения. Главы МИД стран ЕС отметили также, что военная эскалация с начала этого года еще больше усугубила без того тяжелую гуманитарную ситуацию внутри Сирии. В частности, они заявили об ухудшении ситуации в Восточной Гуте и Идлибе. Свыше 13 миллионов человек до сих пор нуждаются в помощи и сталкиваются с серьезными проблемами защиты. В связи с этим ЕС призывает все стороны конфликта предоставлять беспрепятственный и безопасный доступ ко всем нуждающимся, где бы они ни находились, в соответствии с международным гуманитарным правом и резолюцией 2393 Совета Безопасности ООН. Жанна Тернежо, Март Ахметов, Хабар, 24, Люксембург. Париж убедил президента США Дональда Трампа оставить воинский контингент в Сирии и ограничить ракетные удары только по химическим объектам Арабской Республики. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон рассказал в интервью местному телевидению. По его словам, военная акция Вашингтона и его союзников Сирии законно и отражает позицию международного сообщества. При этом лидер Пятой Республики подчеркнул, что участие французских военных в операции не означает, что Париж объявил войну Дамаску. По его словам, власти Франции готовят свое политическое решение для Сирии. Какое именно, Макрон не уточнил. Десять дней назад президент Трамп сказал, что Соединенные Штаты должны уйти из Сирии. Мы убедили его, что необходимо остаться. На дипломатическом уровне мы убедили его сохранить присутствие в Сирии в долгосрочной перспективе. Мы также убедили его ограничиться ударами по объектам, связанным с химическим оружием. Талибы отказались участвовать в парламентских выборах в Афганистане, поскольку считают их постановочными. По словам представителей движения, сейчас все политические решения в стране принимают иностранцы. Следовательно, депутатами смогут стать лишь те, кого уже избрал Белый дом. Поэтому талибы призывают всех жителей страны игнорировать выборы, которые пройдут в октябре. Напомню, ранее президент Афганистана Ашраф Гани предложил движению поучаствовать в выборном процессе. Рассматривая это как возможность наладить мирный процесс, Кабул даже заявил, что если это произойдет, он готов признать талибан политической партией. 82 тысячи квадратных метров передадут в пользование Международному финансовому центру Астана на территории Экспо. Об этом сообщил зампредседателя правления Астана-Экспо Владимир Лютов. Сегодня журналистам продемонстрировали павильоны, в которых идет реконструкция, чтобы увеличить полезную площадь. Внутри достраиваются вторые этажи. Кроме МФЦА в павильонах разместятся Центр зеленых технологий, IT-университет и технопарк Астана-Хаб. Все знания комплекса будут сертифицированы по методу экологической оценки БРИАМ. Это британский стандарт международной зеленой сертификации качества. Он учитывает эффективность и экологичность сооружений. В проекте реконструкции участвуют 800 рабочих. Но руководство нацкомпании обещает, что некоторые помещения будут готовы к 1 июля, остальные же в декабре. Перед тем, как проектировалась ЭКСПО, мы учитывали те нагрузки, которые будут в стадии ПОСЭКСПО, то есть фундаменты, несущие конструкции, свайные поля, были рассчитаны с учетом дополнительных этажей, дополнительных нагрузок, которые на сегодняшний день мы производим. Свыше 20 тысяч казахстанцев нашли работу на электронной бирже труда. Наиболее востребованными остаются профессии в сфере образования, медицины, строительства и обслуживания. Также единая цифровая платформа связана с центрами занятости населения. Подробнее о возможностях портала для поиска работы расскажет Майра Джиенгулова. Электронная биржа труда была запущена с начала этого года. За это время на сайте yenbek.kz разместили более 20 тысяч вакансий и 70 тысяч резюме. Как рассказал директор Центра занятости населения Астаны Ожа Сумар, их отделение тесно сотрудничает с порталом. Сейчас на базе центра более 5 тысяч вакансий. Все они доступны и на сайте биржи труда. Трудоустроились люди по разным специальностям. Тут начиная от сферы услуг, заканчивая финансовым сектором. Это буквально разные работодатели. В основном, да, это сфера услуг. Это торговые центры, торговые дома, гостиницы, рестораны, банки второго уровня. Среди тех, кто нашел работу, и житель столицы Александр Витвицкий. Сейчас ему 60 лет. И по словам мужчины, проблемой при трудоустройстве является именно возраст. Без работы Александра было около года, но подыскать подходящий вариант удалось буквально за месяц. С сегодняшнего дня он приступил к обязанностям энергетика в одной из частных компаний города. Молодым предпринимателям уже охота найти молодых специалистов, чтобы были с опытом, и было лет 30, чтобы бегали, летали. Сложно найти молодым, которые закончили колледжи. Всем нужен опыт работы. А у меня опыта хватает, но возраст уже пенсионный. Никто не хочет, разумеется, обратиться на работу. По данным Центра занятости, сейчас в Астане ищут работу порядка трех тысяч человек. В целом, электронная биржа труда объединила 37 частных агентств по трудоустройству, пять наиболее популярных онлайн-площадок по поиску работ и почти 30 тысяч работодателей. Майра Джиенголова, Ерзат Зайдхан, Хабар-24, Астана. Более 200 миллионов тенге каргандинский колбасный завод «Тулпар», управляющая компания «Аккорда Кэпитал», направит на модернизацию производства. Техническая революция позволит обновить парк оборудования на 70%. Ассортимент продукции увеличился в два раза. В планах на будущее расширение географии продаж по территории Республики Казахстан и экспорт колбас в Российскую Федерацию. Марина Золотарева побывала на предприятии и расскажет подробности. Производственной мощности каргандинского колбасного завода «Тулпар» – 10 тонн продукции в день. Площадь предприятия – 5000 квадратных метров. Техническая модернизация позволит задействовать каждый квадрат, открыть собственный убойный цех, расширить склады и увеличить число холодильников. Благодаря поддержке Казахэкспорта получили дешевые ресурсы на проведение модернизации полностью производства, а именно в части приобретения нового оборудования до комплектации текущего оборудования, которое нам позволит действительно конкурировать с крупнейшими перерабатывающими мясокомбинатами Российской Федерации, позволит увеличить сроки хранения продукции, качество продукции. На предприятии выпускают 65 видов продукции. До конца года ассортимент увеличится в два раза. Здесь постоянно работают над созданием новых продуктов. При их разработке мнение потребителей обязательно учитывается. У нас есть магазин при цехе, где мы выставляем дегустацию и опрашиваем потребителей, которые заходят в наш магазин, которые пробуют продукцию. И мы получаем обратную связь относительно всех характеристик, внешний вид, вкус, консистенция, аромат. И дорабатываем тогда рецептуру, и останавливаемся только, когда у нашего покупателя уже нет замечаний по новой позиции. На предприятии трудится 140 человек. После технической модернизации штат увеличится почти в два раза. Автоматизированный производственный процесс обеспечит стабильность качества продукции. В дальнейшем экспортер планирует увеличить поставки карагандинской колбаски и на российский рынок. Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Асета Саинов, Караганда, Хабар, 24. Казахстан переходит на цифровое телерадиовещание. Новый формат будут внедрять поэтапно. До конца года цифровой сигнал должен уже появиться в нескольких областях. Какие же изменения в связи с этим ожидают телезрители, выяснял мой коллега Юрнур Дожжанов. Телеканалов больше, качество изображения лучше. И все это абсолютно бесплатно. Первыми новшества смогут оценить жители Мангистауской области. Цифровое вещание здесь внедрят уже в октябре. Также до конца года новый формат введут в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях. По планам на цифру вся страна должна перейти до 2020 года. Речь идет о 30 каналах в областных центрах и городах Астана и Алматы. Жители самых отдаленных и малонаселенных уголков страны, где были раньше доступны всего 2-3 канала, смогут принимать до 15 отечественных телеканалов в высоком разрешении. Внедрение цифрового вещания снизит информационный разрыв между городом и селом. С переходом на цифру будет поэтапно отключаться аналоговое вещание. Перейти на новый формат телезрителям, по словам экспертов, не составит труда. Большинство телевизоров, которые используют Казахстанцы для просмотра, уже имеют возможность принимать цифровой телесигнал. Лишь часть небольшая, которые выпущены еще раньше, в раннее время, для них необходимы специальные приемники. В принципе, социально уязвимые слои населения уже ранее были обеспечены этими приемниками. И сейчас с Акиматом ведется работа для того, чтобы выявить еще дополнительно, если есть необходимость, обеспечить население такими приставками. В рамках проекта «Цифровой Казахстан» по всей стране запланировано строительство и модернизация более 800 радиотелевизионных станций. На сегодняшний день задача выполнена практически наполовину. К 2020 году цифровым сигналом будет охвачен весь Казахстан. Уже в мае первая партия учебников, переведенных на казахский язык по программе «100 новых учебников» поступят в библиотеки вузов и городов. По большей части, это книги из Золотого фонда мировой мысли по психологии и философии. Сегодня Татьяна Напольская познакомилась с людьми, благодаря которым знания станут доступны и нам. Благодаря коллективу Национального бюро переводов на казахском языке заговорят самые знаменитые ученые в истории человечества. Каждый специалист бюро уникальный в своем роде. В каких-то ситуациях мы, буквально говоря, хандели, вырывали людей с их насиженного места, потому что это люди, которые умеют работать с текстом. И мы все еще в поисках. Нам дорог каждый человек, который умеет работать с объемным текстом, у которого есть стиль, у которого есть понимание текста, у которого есть понимание научного труда, у которого есть понимание терминологии. Мы всегда рады таким людям, мы их ищем и будем искать дальше. Одна из тех, кого буквально выкрали, профессор казну имени Альфа-Раби Айгули Майтпаева, преподаватель педагогики и психологии, автор нескольких учебников. Но то, чем она занимается сейчас, новый виток в ее жизни. Перевод бестселлеров она считает профессиональным вызовом. Ой, бывает, тут такая жаркая атмосфера иногда у нас образовывается, потому что действительно это очень сложно. Чтобы было понятно и для творческих людей, и для преподавательского состава, и для специалистов, в то же время это выглядело, как подают зарубежные авторы, как научно-популярная литература. Чтобы было понятно любому интересующемуся человеку. Вот это для нас был самый первый критерий, главный. 180 тысяч книг по тысяче экземпляров. Каждой из 18 уже переведенных должны напечатать в мае, поэтому типографии работают на полную мощность. А бюро начало работу над следующими 30 книгами. До конца года планируется перевести и издать труды по педагогике, истории мира и искусств, теории и литературы. Есть в списке книги по международному праву и бизнесу, маркетингу и стратегическому менеджменту. Татьяна Напольская, Кенжа Амраев, Алматы, Хабар, 24. Повысить интерес школьников и студентов к образованию и искусству через интерактивные знания. Такова одна из целей прошедшего ватераут третьего по счету фестиваля STEM. Подробности в следующем сюжете. Особенностью фестиваля стала возможность для участников в возрасте от 10 до 22 лет наглядно увидеть, как тесно связаны самые разные науки и искусства. Это технология и инженерия, искусство и математика, основа дизайна и программирования, робототехника. Именно эти названия и образовали аббревиатуру STEM. Мы хотели показать в этом фестивале, как STEM, то есть вот это техническое направление, казалось бы, очень сильно тесно связано с искусством на протяжении всей истории человечества, что очень созвучно с государственной программой Рухани Жангару. В рамках фестиваля прошли мастер-классы, презентации демо-версий, программ по обучению. Кто-то на практике смог применить свои знания в сфере точных наук. Часть участников заинтересовала исторической составляющей фестиваля совместно с сотрудниками местного историко-краеведческого музея. Я считаю, что такие фестивали особенно важны для нас, выпускников. Здесь мы лишний раз можем проверить свои знания. А еще фестиваль помогает определиться с выбором профессии тем ребятам, которые еще не окончательно решили, какую профессию им выбрать. Фестиваль STEM – одно из направлений проекта «Зангар» – части программы развития тараусской молодежи, которая предлагает инновационную и интерактивную форму обучения. Его инициаторы – компания «Шеврон» и областной «Акимат». Проект «Зангар» способствует вовлечению сообщества в обучение молодежи, наращивая местный кадровый потенциал. Виктор Сутягин и Амантай Матендов от РАУ «Хабар-24». Такими были итоги. С вами была Лаура Жакопова. До скорой встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok